Друзья, всем привет! С вами InvestFuture, я Кира Юхтенко. В том же месте, в тот же час мы обсуждаем главные новости от мира экономики и финансов. Так как обстановочка по-прежнему остается не очень оптимистичной, давайте начнем с хорошего. Тут JP Morgan долго искал и нашел 10 причин для оптимизма в отношении рынка акций. Главный стратег банка Мислов Матейко считает, что действительно основания ждать разворота рынка наверх, американского рынка, есть. Какие это 10 оснований? Давайте мы их перечислим. Первое. Оценки акций выглядят привлекательными как в абсолютном выражении, так и по сравнению с бумагами, которые имеют фиксированный доход, то есть, условно говоря, облигациями. У институциональных инвесторов второе. Повышенный уровень наличности и желание снова начать вкладывать деньги в акции, об этом говорят многочисленные опросы. То есть, они ищут точку входа и сидят на кэше. Как долго они будут сидеть, вопрос открытый. Это я уже от себя добавляю. Третий момент. Настроение инвесторов сейчас слишком медвежье, а это часто рассматривается как раз-таки как бычий индикатор для акций. Четвертое. Гистребинная активность ФРС, то есть, повышение ставки ФРС, вероятно, близится к своему пику. Пятое. Доллар, вероятно, достиг максимума в этом году. Шестое. Спад в экономике не подает признаков серьезной рецессии, хотя фактически рецессия где-то очень близко для американской экономики. Седьмое. Потребители с более высоким доходом по-прежнему устойчивы. Восьмое. Оценки доходов на Уолл-стрит вряд ли будут слишком сильно занижены. Это речь идет о прогнозах по прибылям компаний. Девятый момент. Избыточные сбережения, накопленные во время пандемии, по-прежнему обеспечивают защиту потребительских расходов. Ну и десятое. Мировая экономика вряд ли испытает синхронный спад. То есть, будет плохо, но везде по-разному и в разное время, грубо говоря. Но справедливости ради оптимизма JP Morgan в отношении рынка акций разделяют далеко не все. Ну, например, в Morgan Stanley говорят, что S&P 500 потеряет еще 8-10% от текущих уровней из-за замедления роста корпоративных доходов, повышения ставки и резкой инфляции. Произойдет это ближе к осени. Ну и в Morgan Stanley обращают внимание на защитные активы и считают, что находиться в кэше сейчас это не худшее решение. В Goldman Sachs считают, что прибыль на акцию в 2023 году для S&P 500 составит всего лишь 3%. Это ниже прогнозов предыдущих. Ну и, собственно, в Goldman говорят, что рост производственных затрат из-за инфляции, логистических проблем давит на бизнесы. И, кстати, Goldman Sachs перечислил целых 67 компаний, которые наиболее уязвимы для пересмотра прибыли в сторону снижения. В этот список попали, например, такие бренды, как Lockheed Martin, T-Mobile, Honeywell, Electronic Arts, Yum Brands и так далее. Можете погуглить этот список, если интересно. Ну, понятно, что американский рынок для многих из нас сейчас не так интересен, потому что из-за инфраструктурных проблем Америку покупать сейчас, мягко скажем, не очень комфортно. Ну, а покупать Америку через зарубежных брокеров, мое мнение, лучше, если у вас есть гражданство ВНЖ, ПНЖ и так далее другой страны, что страхует вас от возможных развивающихся санкций против российских граждан. Поэтому за Америкой следить интересно, потому что Америка это всегда такой вот флюгер настроений для всего мира. Но надо понимать, что российский рынок сейчас, конечно, довольно изолирован. И в целом мировые тренды, скорее всего, в ближайшие годы отражать не будет прямым образом. Но все равно косвенное влияние, конечно же, есть. Движемся дальше. Сейчас мы с интересом смотрим за тем, как меняются торговые взаимоотношения между Россией и Китаем. И вот любопытные цифры. В июле 2022 года экспорт из Китая в Россию практически вернулся к уровням дофевральским и в деньгах составил 6,7 миллиардов долларов. Об этом пишет агентство Bloomberg. Ну и при этом интересно, что рост продаж из России в Китай начинает замедляться. Например, поставки российской нефти достигли пика после перенаправления потоков из Европы в Азию. Мы снимали про это отдельный материал большой, но в июле опустились относительно максимальных значений, пишет Bloomberg. Также там отмечают, что в России китайские товары заполняют нишу, которая образовалась после оттока западных брендов. Например, это касается автомобильного рынка. Это довольно заметные моменты для потребителя. И доля рынка таких брендов, как Great Wall Motor и Geely Atom Mobile Holdings стали самыми продаваемыми в России. Как это неудивительно. Ну и также Bloomberg отмечает, что рост китайского экспорта в Россию влияет на рубль, который перестал укрепляться на фоне роста спроса на иностранную валюту. Здесь интересно, что объемы торгов в паре юань-рубль в прошлом месяце выросли до самого высокого уровня за всю историю данной московской биржи. И скорее всего, обороты юаня будут расти, тогда как обороты доллара и евро наоборот будут снижаться. Скорее всего, юань через какое-то время станет самой ликвидной валютой на московской бирже. И, кстати, еще напомню, что новое бюджетное правило, которое ждет нас, скорее всего, в 2023 году, будет завязано именно на покупке, скорее всего, валют азиатских стран и, вероятно, китайского юаня. Так, что еще у нас интересного? Я напомню, что 20 июля президент Путин предложил запустить Северный поток-2, чтобы увеличить поставки российского газа в Европу, которая сейчас как бы страдает от сокращения поставок и от рисков сокращения поставок этой зимой. Но в Германии исключили запуск Северного потока-2 даже на фоне нехватки газа. Об этом вот высказался представитель правительства ФРГ Штефан Хейберштрайт. Он заявил, что правительство исключает возможность использования газопровода. Цитата, ясно, что нас ждут сложные месяцы, что сокращение поставок газа из России в Германию для всех нас является вызовом, но Германия, чтобы избежать сложностей, работает над строительством терминалов по приему СПГ. Ну, в общем-то, вот здесь как-то надежды на то, что СП-2 все-таки могут запустить, не оправдались, хотя, на мой взгляд, эти надежды выглядели достаточно призрачно. Тема последних недель – это возможный выход дружественных нерезидентов из российского рынка акций, но Центробанк в итоге подумал и разрешил доступ дружественных нерезидентов только на срочный рынок, но не на фондовый. То есть, таким образом, он как бы ограничил вот это вот желание скинуть российские бумаги побыстрее и, соответственно, попытался, видимо, защитить российский рынок от обвала, что является, ну, наверное, довольно логичным решением в текущей ситуации. Как бы вот откладывается этот момент, когда все-таки они побегут, а, видимо, ожидается, что они побегут, если такие меры, да, ограничивающие их выход, применяются. Вряд ли ЦБ пугает то, что дружественные нерезиденты могут взять и скупить российские бумаги, хотя такая вероятность тоже не может исключаться. Не может исключаться. Ну, еще интересный нюанс. ЦБ ввел карантин для некоторых операций с иностранными ценными бумагами, ограничил депозитариям и регистраторам на полгода операции с бумагами, зачисленными со счетов иностранных депозитариев или уполномоченных держателей. Отсечка для запрета 1 марта 2022 года, то есть вот то, что было куплено после этой даты, то попадает под ограничение во избежание негативного влияния на российские котировки. Эта мера принимается, говорит ЦБ. Также попадают сюда бумаги, купленные нерезидентами, дружественными, у других нерезидентов с 25 июня и до даты переквалификации счета депо типа ЦФ, обычный счет депо. Вот эта инициатива связана с тем, что сейчас многие брокеры выходят с предложением выкупить бумаги у нерезидентов с дисконтом и потом, значит, якобы они переедут в российские депозитарии. ЦБ тут вот прям подчеркивает, что инвесторы не смогут некоторое время этими бумагами распоряжаться. И когда брокеры такие предложения делают, они обязаны информировать клиентов обо всех рисках приобретения за рубежом ценных бумаг у нерезов из недружественных стран, говорит ЦБ. Ну, я так понимаю, что вот там ITI Capital с подобной инициативой выходил многие другие брокеры, также с предложением купить дешево то, что впоследствии отрастет и, вероятно, станет вашим. Но ЦБ здесь тоже осторожничает. Движемся дальше. Мосбиржа планирует в сентябре запустить торги опционами на акции. Изначально, по-моему, предполагалось, что в начале лета эта опция будет запущена. Но вот история откладывается и перенеслась на сентябрь. На первом этапе инвесторам обещают предоставить выборы с 20-30 акций крупнейших российских эмитентов. Сейчас вот с 11 июля торгуется опцион на акции «Газпрома» в тестовом режиме и будут добавляться уже в сентябре новые. Тут, знаете, что я хочу сказать, что многие инвесторы, так как иностранными бумагами сейчас торговать опасно, сейчас интересуются срочным рынком. Я это прям вижу. И хочу подчеркнуть, что срочный рынок, опционы, фьючерсы к нему относятся, это история довольно рисковая. И там можно прям хорошо потерять деньги. Вы, пожалуйста, держите это в голове. И без должной подготовки, даже если вы каким-то образом получили нужную квалификацию, не лезьте в этот рынок. Мы подумаем, может быть, сделаем на эту тему на нашей техплатформе какую-нибудь образовательную историю, потому что запрос совершенно точно есть. У нас есть компетентные ребята. Ну вот пока у меня никаких анонсов для вас нет. Я просто вас хочу предупредить о том, что это риск. И разберитесь, вы можете разобраться сами. Это тоже вполне возможно. Но разберитесь, прежде чем планировать залетать в новые перспективные инструменты, которые брокеры будут активно пиарить. Ну и немножечко новостей бизнеса. Минэкономразвитие предлагает новую программу льготных кредитов для бизнеса. Для малого и среднего речь идет о выдаче кредитов на инвестцели с льготными ставками под 3-4,5% годовых. Льготный период до 5 лет. Можно будет получить кредиты на закупку оборудования, капитальный ремонт производственных помещений или запуск производств. И, соответственно, это будет не для всех отраслей экономики. Это будет для обрабатывающего производства, для переработки сельхозпродукции, для логистики и гостиничного бизнеса. Общий объем программы до 50 миллиардов рублей до конца года. Но, в принципе, это новости хорошие. В текущей ситуации, конечно, дешевые кредиты необходимы, чтобы хоть как-то голову поднимать. Ну, в целом, знаете, давайте закончим на какой-то позитивной более-менее ноте. Надо сказать, что в целом российский бизнес и российская экономика справляются не так плохо, как могли бы. И можно на эту тему посмотреть последнее интервью Натальи Зубаревич, той же, которая очень внимательно следит за региональной статистикой. И, в принципе, многие экономисты, которые действительно экспертны, которые действительно делают большие серьезные расчеты, говорят о том, что в целом вот те мрачные прогнозы, которые мы видели в марте, апреле, мае, пока не сбываются. То есть вот это вот падение, оно, по крайней мере, будет носить такой более сглаженный характер, более мягкий характер. Отчасти это возможно благодаря мерам, которые были приняты, отчасти это возможно благодаря структуре российской экономики и многим другим факторам. Ну вот как-то так. Это не значит, что все хорошо, это значит, что все чуть лучше, чем могло бы быть. Давайте на этой ноте мы с вами, наверное, и закончим. Ну и пишите в комментариях, как у вас в целом настроение и как вы на себе ощущаете текущие кризисные события. А это, конечно, совершенно однозначно кризис. У меня на этом сегодня все, друзья. С вами была Кира Юхтенко и команда проекта InvestFuture. Берегите себя и свои деньги. До новых встреч. С вами был Игорь Негода.